Ярослав Коровин, автор второго забитого мяча в составе футбольной команды Академии Краснодарского края. Ярослав, с победой и комментарий. Как сегодня игралось? У нас сегодня все получилось. Надеялись на большее, могли больше забить. Будем работать в тренировках и добавлять. Как можешь охарактеризовать сегодняшних соперников? Соперники к нам, видно было, подготовились. Мы тоже знали их слабые стороны, их розыгрыши, все к этому готовились и были готовы к этому. Ну а как краснодарская команда чувствует себя в Волгограде? Было тяжело, тяжелая дорога предстояла нам. Ехали в ночь. А так, в принципе, нормально. Правда, мушек много, а так мне нравится. Александр Баганов, главный тренер краснодарской команды Академии Краснодарского края. Александр Хамзавич, с победой. Ваши комментарии по сегодняшней встрече. Ну, игра получилась такая сложная, потому что противник был достойный. Ребята старались, видно было, что они на нас настраивались, потому что нам, можно сказать, чуть больше повезло. У них тоже были моменты до того момента, пока мы забили гол. Не забиемый первый гол, очень известно, как бы сложилась бы игра. Ну и, наверное, очень важный гол был в конце первого тайма в раздевалочку. Естественно, да. Это тоже имело значение большое. Ну, а если говорить о планах на сезон для 2008 года команды Академии Краснодарского края? Ну, мы в первую очередь всегда ставим даже задачу не на весь сезон, а ставим на каждую игру, чтобы каждую игру надо выиграть. А уже осенью будем почитывать очки. Конечно, хочется попасть туда, в высший дивизион, занять призовое место и там уже бороться за выход. Еще раз вас с победой. Удачи, без травм, побед. Спасибо большое. Очень приятно было в Волгограде здесь играть. Очень хороший город, с традициями и футбольными, и такими, военными. Так что очень приятно нам. Красивый город очень. Арсений Лыков, вратарь Волгоградской команды, сегодня дебютировал в составе Академии Ротера. Арсений, оцени свой дебют. Ну, было неплохо, некоторые моменты хорошо сыграл, но можно было намного лучше. 0-3. В общем-то, счет крупный. Как считаешь, по игре? Ну, по игре мы пытались, сражались, но соперник был немного сильнее нас сегодня. Дмитрий Хакимов, главный тренер команды Академии Ротер. Дмитрий Валерьевич, что не получилось в сегодняшнем матче? Не получилось выиграть. Но победа, это же состоит из многих аспектов. Не получилось у нас, во-первых, сыграть более дисциплинированно сзади. Есть определенные моменты у нас в обороне, которые уже не первый раз нас, скажем так, подводят. Ну, и, к сожалению, в этом матче они тоже появились. Так, в целом, я считаю, что все-таки Академия Краснодарского края посильнее была. Но не скажу, что мы какими-то мальчиками для битья были. Были свои моменты, которые могли забивать. Где-то немножко нам не повезло, где-то повезло больше сопернику. Но в целом все закономерное. Стараемся, растем, учимся. Как атмосфера в команде вообще? Ну, не именно вот после сегодняшнего поражения, а в общем. Вполне рабочая, дружеская атмосфера. Ну, и, конечно, если так сказать, что уже давно очки мы взять не можем. Победить, в частности, а тем более дома победить не можем. Но немножко так давит на нас. Но я думаю, все равно победа придет.